Папа, папочка, ты знай. Я просил у Бога, чтобы легкая была на войну дорога. Виталий Ватановский ищет могилы бойцов ЧВК «Вагнер», которых становится все больше по всей России. Я занимаюсь тем, что пытаюсь документировать потери нашей страны в ходе боевых действий на территории Украины. Всего он нашел более полутора тысяч захоронений. Мужчина рассказал, что оградок вокруг могил нет. В изголовье каждой деревянный крест с табличкой «Без фотографии». Есть такие случаи, когда ты можешь пройти вообще мимо могилы и даже не поймешь, что это военнослужащий человек. 76-го года рождения, и на его могиле был маленький-маленький венок от 48-го полка. Вот если бы сотрудники кладочек мне не показали пальцем, не сказали, вот здесь, это погибший на Украине. Я бы прошел мимо этого захоронения. Потому что, первое, флагов нет. Второе, венков цвета флага нет, приколорского. Несколько недель назад пенсионер уехал из России. За это время появились десятки свежих могил, о которых власти предпочитают молчать. Ну, конечно, здесь хотелось бы, чтобы все было одинаково, чтобы все было плиточкой, все аккуратно, все, чтобы... Ну, парни же погибали за нашу страну, получается, защищали нас, чтобы... Все равно им же какая-то честь должна быть. Все можно посмотреть на административных сайтах. У нас на сайте администрации никакой информации нет. В администрации тоже информации добиться никакой невозможно. Просто говорят, не знаем, не знаем, не в нашей компетенции. Массовых захоронений участников ЧВК «Вагнер» уже как минимум семь в стране. Захоронения на Кубани – самое крупное и самое известное кладбище частной армии. Там появляется минимум 30 могил в неделю. На 2 апреля там насчитывалось 607 могил. И их число продолжает стремительно расти. Родственники захватчиков жалуются, как героев преступников никто не встречает. Так в курортном городе «Горячий ключ» несколько недель назад угрозами заставили руководство расширить площадь кладбища для захоронений заключенных, погибших на войне в Украине. Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация «Горячего ключа» препятствует этому. Вы дождетесь, твари, что нам придется прийти и разобраться с вами. Родственникам часто не сообщают о гибели военнослужащих. О смертях они узнают от журналистов или из случайных видео. В Министерстве обороны России и в самом ЧВК «Вагнер» факты существования многих захоронений отрицают.